13.07 в Кирове на 101.фм программа «Особое мнение». Меня зовут Юлия Афанасьева. И напротив меня Николай Голиков, который уже, собственно, начал высказывать свое особое мнение. Николай, добрый день. Добрый день, Юлия. Добрый день, уважаемые слушатели. Всем-всем-всем добрый день и всем приятного аппетита. Главный редактор журнала «Товар. Деньги. Товар» не представила. Напомню вначале, где нас можно смотреть и слушать. На сайте эхакирова.ру есть ссылка на онлайн-аудио или видеотрансляцию. Там можно смотреть и задавать свои вопросы нашим спекерам. Также можно на нашем сайте в разделе «Задать вопрос». Ну что же, Николай, сегодня темы как будто специально для вас подобрались, потому что одна политика у меня на повестке. А почему вы решили, что у меня одна политика на уме, а наоборот? Мы сейчас только перед эфиром так прекрасно говорили о том, что наступила наконец-таки весна, а сегодня настоящий весенний воздух. Сегодня копели, сегодня птицы по-другому запели. Она наступила. Юль, а вы опять пропали. Что ж такое-то? Ну, весна, конечно, это хорошо, но говорить мы с вами все равно будем по минувшим событиям. Уж понимаете, что я из студии не убегу. Я понимаю, что уже никуда вы отсюда не денетесь. Ну, давайте начнем с федеральных тем. Мы из наших соседей. Удмуртии арестовали главу республики Александра Соловьева, которого подозревают в получении взятки, 139 миллионов рублей. Он уже четвертый арестованный губернатор. Ждете ли вы продолжения арестов? Я не жду продолжения арестов, потому что, как бы, это не самая обязательная процедура. Я думаю, что рано или поздно воспитательный эффект от четырех предыдущих арестов уже скажется, и, как бы, до этого доходить не будет. То есть, сам по себе арест – это ведь не самоцель, да? Ну, это просто для кого-то сделано, чтобы дать определенный сигнал, что, ребята, вот не надо больше этого делать. Другой вопрос – что делать, да? То есть, я вижу как картинку. Пока у нас все было хорошо с бюджетом, да, пока у нас была дорогая нефть в мире, пирамида выстраивалась так. То есть, деньги из федерального бюджета, бюджетные деньги опускались вниз, а потом в чемоданах возвращались обратно, уже будучи не бюджетными, а частными деньгами. То есть, эта пирамида работала прекрасно, и так как бюджет все время пополнялся за счет валютных, скажем так, влияний, то все было нормально, всех устраивало. И в то время, как бы, вот, арестов губернаторов не было, потому что все работали в одной системе, в одних правилах, все было нормально. Сейчас денег стало меньше. И число получателей вот этих вот обратно движущихся денег, соответственно, пришлось сокращать. Да? То есть, уже слишком много людей участвует для слишком маленького бюджета. И поэтому сигнал такой, что губернаторов из этого списка исключили. То есть, губернаторам теперь от федеральных денег ничего не положено. А те губернаторы, которые этого еще не поняли, вот они оказываются постепенно один за другим в Лефортове. У губернаторов сейчас источник указан другой. Каждая область должна зарабатывать деньги сама, поэтому, уважаемые губернаторы, дайте свой собственный бизнес в регионах, а федеральные деньги больше не троньте. Вашей доли больше там нет. Ну, хорошо, вот, сигнал губернаторам, да, а их обязательно для этого там повязывать и арестовывать. Ну, почему-то до этого система своих прощала. До этого были деньги, чтобы своих прощать. А сейчас денег уже не хватает. Пирог-то все меньше и меньше, а едоков-то осталось число прежнее. Вот. Те губернаторы, которые подумали, что еще успеют на этот поезд, вот их четверо последних, да, они уже не успели. Если кто-то еще думает, что успеет отхватить свой кусочек, его, возможно, тоже арестуют. Я не жду следующих арестов. Я думаю, что, наконец-то, сигнал подан достаточно понятный. Ну, слушайте, а вот эксперты говорят, что не последний. Не хочу я, конечно, вслух называть. Ну, в общем, и... Хорошо, Маркелов. На то и эксперты, но Маркелов, он, по-моему, просто уйдет. Просто уйдет без всяких арестов, потому что, как бы, уже довольно-таки все понятно. Ну, по состоянию здоровья, может быть, или по переходу в другую работу. Ну, если человек играет честно по правилам, если им недовольна вся республика, это другой вопрос. В смысле, он играет честно по правилам вертикали. А ведь это вещи не связанные, понимаешь? Ведь никто же не говорит, что губернатором должно быть довольно население. Нет таких требований губернатора. Губернатором должно быть довольно московское начальство. Так? Вот это главный показатель. И в этом плане Маркелов, он вызывает неудовольствие у местных элит, у местного населения. Но он вполне устраивает столицу. Поэтому, я думаю, что он красиво перейдет просто на другую работу. Его не надо вовсе арестовывать. Он играет честно по правилам. В нужный момент он прекратит делать то, что нельзя. Вот и все. А я вот про сигнал еще, Николай, у вас хотела уточнить. То есть, вы не считаете, что это сигнал там? Ребята неприкасаемых больше нет. Ребята хватит воровать. Ну, что значит неприкасаемых? Я имею в виду, я сразу сказал, что вот определенная категория людей, в данном случае это 85 наших губернаторов. Они исключены из списка получателей вот этих вот неформальных материальных благ. Вот и все. Сигнал очень понятный. Сигнал адресован конкретно вот этой группе людей. Вот. Те, кто находятся выше, насколько ты могла заметить, пока живут спокойно. Ну, хорошо. Ну? Вот прокомментируйте, пожалуйста, знаете, еще какой момент? Четверо арестованных губернаторов, да, взять хоть нашего Никиту Юрьевича. Достаточно давно он уже находится под арестом. Срок ареста каждый раз ему продляют. Но при этом следствие еще идет. Идет долго. Следствие закончено по Никите Юрьевичу Долых. Дело сейчас идет на ознакомление у его адвокатов, что, сколько я знаю, объявили о завершении следствия по делу Долых. Это уже сообщение прошло два или три дня назад. Ну, хорошо. Вот то, что следствие так долго шло, это не странно или это недолго? Вот, Юль, давайте вспомним просто дела, связанные не с губернатором, например. Ну, тут такое вполне резонансное для Кировского мы сидело. Помню, когда под арестом находился Олег Юрьевич Березин. Ну, я так и знала, что вы об этом знаете. Оно длилось тоже довольно-таки долго. Очень многие сложные дела длятся долго. В этом нет ничего необычного, потому что если дело, тем более, связанное с экономическими вещами, где нужно очень большую аналитическую работу проводить, еще много-много бумаг поднимать, много экспертиз проводить, ничего удивительного в этом нет. Вот. Поэтому, тем более, если брать такие дела, как дело Гайзера, которое очень запутанное дело, вот судя по тому, что нам известно, где на самом деле очень много эпизодов, и каждому эпизоду нужно дать оценку, и эта оценка должна еще устоять в суде, к тому же. То есть, тут как раз вполне нормально, правосудие торопиться не должно. Если все очевидно, там, условно говоря, никто Никите Юрьевич не велел, извините за выражение, сразу во всем сознаться, и его дело бы уже было рассмотрено в суде, и он бы уже, ну, либо отбывал бы наказание, если бы суд его там вину определил, ну, либо был бы уже на свободе. Но так как он свою вину отрицает, то следствие идет в полном объеме. Вот, знаете, наши с вами коллеги из издания «Коммерсант» подняли историю уголовных дел на губернаторов разных лет и разных регионов. И вот получается, что первый обвинительный приговор с реальным сроком был вынесен в 2011 году. До этого было много дел, но губернаторам либо давали условные сроки, либо оправдывали. Впервые посадили главу Тульской области Вячеслава Дудку за взятку, 40 миллионов рублей, как раз в 2011 году это было. Это, то есть, вот сигнал с тех пор подают? Вот как раз где-то 2011 год, 2012 год, когда уже стало ясно, что денег много не будет, стали подавать такие сигналы, что число потребителей у нас должно быть сокращено. То есть шел он сколько? Пять лет? В смысле, что шло? Сигнал, сигнал. Нет, он до сих пор идет, потому что... Нет, с 2011 года до 2016? Он до сих пор потихонечку идет, но если сначала был один Дудка, то сейчас их становится чуть-чуть больше, обращаю внимание, что уже периодично, да? То есть уже просто очень четко сказано, ребята-губернаторы исключены из списка получателей федеральных денег неформальным путем. Хорошо, давайте на этом прервемся. Это особое мнение Николая Голикова, главного редактора журнала «Товар. Деньги. Товар». На минутку мы уходим на перерыв и очень скоро вернемся. Мы возвращаемся в эфир. Это особое мнение Николая Голикова, главного редактора журнала «Товар. Деньги. Товар». Меня все так же зовут Юлия Афанасьева. Ну, я не могу не поздравить наших соседей, жителей Уидмуртии, не с тем, что у них арестовали губернатора, конечно, а с тем, что к ним назначили Александра Бричалова в качестве в Рио. Я поздравляю с оттенком черной зависти. Я не так хорошо, наверное, Юль, как вы знаком, господин Бричалов. Я бы не стал поздравлять Уидмуртов с этим назначением. Потому что я, наоборот, расцениваю его как уже очевидное проявление кадрового голода, который есть у нас в Москве. Бричалов прекрасный руководитель общественной палаты. Но, извините, извините, губернатор – это особенная профессия. У нас уже были прекрасные люди у руководства нашей области. Кстати, тоже, который сейчас находится в Рио-Форде, вот тоже пришедший к нам из общественной деятельности, прекрасный организатор политических партий. Я имею в виду Никита Юрьевич и Белых. Но, к сожалению, имеющий очень мало представлений, и бизнесмены удачные, да, и при этом имеющий очень мало представлений о государственном управлении. Это самое слабое, что у нас сейчас есть в данный момент. У нас очень слабое государственное управление в Ридиме. То же самое я боюсь, что сейчас будет, по крайней мере, какое-то время в Удмуртии. Вообще, я думал, честно говоря, когда прошла информация о том, что арестован глава Удмуртии, да, я думал, что, наконец-то, вопрос вот этого покрупнения территории решится сам по себе. И вот эти вот земли удмуртские, которые изначально были в Вятском крае, наконец-таки вернутся в свою изначальную ситуацию, да. И не надо будет искать вот какого-то нового человека. У нас есть прекрасный Игорь Владимирович Васильев, да. Он бы вполне мог возглавить этот изумительный, большой, красивый, нефтеносный регион. И все проблемы наши решились. К сожалению, вот, к моему сожалению, буквально прошло несколько часов после информации об аресте, как появилась информация о новом назначении. Я еще раз говорю, я очень хорошо отношусь к Бричалову, да, потому что, как бы, он и в Вятке бывал, и доводилось, так сказать, видеть его и слышать. Но я думаю, что в качестве губернатора это пока не лучшая кандидатура. Надеюсь, он меня проверит. Ну, слушайте, на самом деле он вывел общественную палату, вот если брать общественные организации, на совершенно другой уровень из института гражданского общества, который мало кто вообще воспринимал, до того уровня, когда слушат, слышат, прислушиваются, и какие-то действия по итогу происходят, да? Юлия, я бы не говорил так радостно об общественной палате ни Российской Федерации, ни нашей Кировской области, потому что, безусловно, изменения происходят, люди начинают привыкать к тому, что такой орган существует. Но об ее значении, как бы я говорить не стал, что оно как-то сильно изменилось, и как-то кто-то к ней сильно прислушивается. Я вот так не считаю, например. Ну, банально можно... И согласись, что все-таки организовать работу общественной палаты, то есть некое учрежденное государственное органное, и организовать работу республики с довольно-таки сложной экономикой, хотя и существующей, в отличие от нашей Кировской, да? Это две очень разные задачи. Две очень разные задачи. Нет, я с вами абсолютно согласна. Это две очень разные задачи. Но лично я за соседей наших рада. Ну, будем посмотреть, как говорят. Да, будем посмотреть. Хорошо, будем посмотреть. Я тоже ничего плохого нашим соседям не желаю. Давайте поговорим еще про кадровые перестановки в правительстве Кировской области. Портал наблюдатель.ру сообщил о том, что якобы министр дорожного хозяйства Сергей Машногорский отправлен в отставку. В правительстве говорят, что он вроде как находится в отпуске, и, в общем, непонятно, то ли в отставке, то ли в отпуске. Гадают все, вернется ли он оттуда. Вы к какому решению склоняетесь? Мне очень понравилась фраза, которую сказал наш губернатор Игорь Васильев на съезде журналистов, где мы его присутствовали. Я не слышала там, к сожалению, Игоря Васильева. А, точно, ты немножко позже приехала. Он сказал очень хорошую фразу. Я слухи не комментирую. Я не уверен, что губернатор не должен комментировать слухи, но вот я точно комментировать слухи не очень люблю. Слухи ходят, слухи поднимаются. Сейчас у нас 5 месяцев до выборов. Ничего удивительного, что слухов будет с каждым днем все больше и больше и больше. Если господин Машногорский не вернется из отпуска, что-то, что вполне вероятно. Ну, значит, он не вернется из отпуска. Значит, вместо него будет назначен кто-то другой. То, что я оцениваю ее работу как абсолютно нулевую, это другой уже разговор. Но опять же, я говорю, у нас никогда не связаны результаты работы с нахождением человека на должности. Ну, возьми нашего Александра Викторовича Перескокова. Когда меня попросили оценить его работу, там этот наш цифр рейтинг, я даже не нашел цифр таких в нашем, мне пришлось вспомнить так называемую мимую единицу из учебника математики для школы. Корень квадратный из минус одного. То есть некое умозрительное число, даже не сказать, что это число. То есть в минус одного число, некое умозрительное понятие. То же самое и здесь. То есть работа нашего дорожного ведомства, она нулевая. И когда там Сергей Машногорский появлялся на публике, в том числе, когда предполагался серьезный разговор, в том числе о Большом Кирове, как выяснилось, просто очень многие вещи вообще не знают. Он не в теме. Если он уедет, ничего не изменится. Дело в том, что, опять же, смотри, что мы ждем от дорожной возрасли? Мы ждем, чтобы в этом году были вовремя и качественно сделаны дороги. Но дело в том, что мы уже пропустили время, чтобы вовремя и качественно их сделать. Как совершенно верно заметил в этой же студии Олег Казаковцев, наш сенатор, да? О том, сколько денег будет получено областью, было известно еще в ноябре прошлого года. Это все было документально подтверждено. Область знала, что у них будет вот такое количество средств на дороге. Ничего с тех пор не изменилось. Аукцион до сих пор не проведены. Подрядчики не определены. Время уходит. Совершенно верно. Опять же отметил Олег Александрович то, что не только наши области дали больше денег в этом году. Дело идет к президентским выборам, дали всем больше. Соответственно, спрос на рынке, на вещи необходимые для дорожного ремонта, на битум, на инертные материалы, на гравитал, журальский и все прочее, он будет расти, цена будет расти. За какие деньги подрядчик все это купит? И сколько тогда на этих аукционах, если они будут проводиться поздно, отыграют нас, будет ничего, он не отыграет. То есть, понимаешь, сейчас уже от того, есть здесь Сергей, есть здесь Машногорский, я не знаю, как его зовут, забыл. Сергей. Сергей, да, вот есть здесь Сергей Машногорский. Нет, от этого сейчас уже ничего не зависит. Просто его не будет и ничего не изменится. Но даже если не будет, это значит, что придет новый человек, который снова полгода будет въезжать в эту тему. Ну, если предыдущий наш, о ком мы говорим, за 8 месяцев в тему не въехал, и когда он там назначен был, не знаю, сразу ли, или там через какое-то время, и ничего страшного не произошло, то есть ничего не изменилось, то то же самое произойдет и здесь. Ну, уйдет Машногорский, придет другой. Аукционы эти будут проведены, для этого не нужен министр. Для этого есть соответствующие специалисты в министерстве, которые все эти бумаги готовят, проводят там, подписи поставят его и так далее. Это все надо организовать, работу, понимаешь, вне зависимости от того, есть на этом месте человек или нет, кто этот человек. А эта работа уже не проведена. То есть мы в этом году хороших, качественных дорог все равно не получим. Это уже точно. Ведь снова будут класть в сентябре и в октябре под дождь, как положено. Ох. Ну, а с региона же потом за это спросят. Ну, ты знаешь, вот я думаю, что с региона-то за это спросят, но лично с людей, которые этим занимаются, никто у нас никогда не спрашивает. У нас нет в данном случае парсивной ответственности. Я много раз говорил, что в законе о правительстве Кировской области нет понятия ответственности. Там никто ни за что не отвечает по закону. Там все только курируют, понимаешь? Курируют. А слово «отвечает» нет ни у кого. Никто ни за что не отвечает. А раз у него не прописана ответственность в законе, то, соответственно, ему и нечего бояться. Он ни за что не отвечает. А из бюджета, да. Дело в том, что сейчас все деньги в область поступают на основе соглашений. В соглашениях предусмотрено, что неэффективное, несолевое расходование средств или нерасходование них предполагает возвраты к федеральному бюджету. И более того, это аукнется не только тем, что придется часть денег к корону, а еще тем, что в следующий год больше не дадут. Совершенно верно. Ну хорошо, давайте еще назначение Яны Юрьевны Страузовой с вами обсудим. Не могу обойти эту тему стороной. Глубоко уважаю Яну Юрьевну. Давно ее знаю. Но не могу все-таки не спросить у вас. Яна Юрьевна сейчас курирует, насколько я понимаю, взаимоотношения правительства Кировской области со средствами массовой информации. Не так давно Яна Юрьевна работала вплотную с Владимиром Васильевичем Быковым. И работала она с ним давно, долго, плотно. И насколько я понимаю, там был у них мир и согласие. И вдруг Владимир Васильевич отдает ее Игорю Владимировичу. Как такое возможно? Когда ты говорила, как работала Яна Юрьевна с Владимиром Васильевичем, ты забыла сказать одно слово. Да, она работала долго, у нее был мир и согласие. Она работала очень хорошо. Это надо признать, что Яна Юрьевна для Владимира Васильевича сделала просто немыслимые, я бы даже сказал, вещи. Это мало кто смог бы вот так изменить лицо человека, в публичном каком-то пространстве, как это сделала Яна Юрьевна. Это уже довольно давно я знаю и очень глубоко ее уважаю. И то, что она теперь направлена на более высокий уровень для решения более серьезной задачи, это говорит о том, что ее профессиональное, так сказать, качество оцениваемое. Она понимает именно так. То, что существующая ныне, то есть до нее существовавшая система работы со СМИ проиграла войну еще до ее начала, так сказать, это ни для кого не секрет. Нет, я спрашиваю немного о другом. И, соответственно, усиливать этот фронт работ в преддверии сентябрьских выборов губернатору был просто обязан, потому что на этих выборах он должен победить. А значит ли то, что Владимир Васильевич, ну, извините меня за это слово, но отдал Яну Юрьевну, что Быков и Васильев договорились и... Дело в том, что результаты сентябрьских выборов для Владимира Васильевича Быкова столь же важны, как и для нашего губернатора. Потому что при смене власти, если такое можно себе представить, да, если представить, что в сентябре Игорь Владимирович Васильев не побеждал в выборах, политическая судьба господина Быкова тоже становится под очень большим сомнением. Это очень легко себе. Можно представить и понять. Поэтому они оба заинтересованы в том, чтобы губернаторские выборы прошли без сучка и задоринки. И поэтому лучшая сила, которая у нас есть в данном направлении, а это как раз Яна Юрьевна Страуза, Страуза брошены как раз на это направление. Это выгодно и Быкову, и Васильеву. Есть такое мнение, что Владимир Быков прицелился в сухфет. Ну, никто не мешает любому из нас, Юль. Никто не мешает тебе прицелиться в сухфет. И это может стать вполне себе реальностью. Если я туда прицелюсь, мне кажется, от этого никому не будет ни тепло, ни холодно. Отчего же нет? Очень многие люди, которые уходили в Совет Федерации, изначально очень скептически оценивались. Ну, зачем его туда отправили? Кто он такой? Что его там отправили в почетную отставку? На самом деле оказалось, что они принесли много пользы нашему региону. Я думаю, что это там тоже принесет много пользы нашему региону. Мечтать не вредно никому, в том числе Владимиру Васильевичу Быкову. Ну, хорошо, если он прицелился в сухфет, ради Бога. Кто ж против? Плохо тот генерал, который не хочет стать сенатом. Николай, спасибо вам за перефраз. Я думаю, что вас будут цитировать после сегодняшнего эфира. Нам сейчас нужно прерваться на небольшую рекламу. Это особое мнение Николая Голикова. Сейчас прервемся и очень скоро вернемся в студию. Мы возвращаемся в эфир. Это особое мнение Николая Голикова, главного редактора журнала «Товар. Деньги. Товар». Говорили мы в первой части программы про кадровые перестановки в правительстве области. В частности, про Яну Юрьевну Страузову, которую можно поздравить с новым назначением. Я думаю, что на правительство области поздравить. Да, правительство области, но и, наверное, журналистов всех. Журналистов, я думаю, тоже, потому что как раз с нашим сообществом, Яна Юрьевна, работать у меня прекрасно. Вы сказали, что ситуацию нужно спасать, и именно поэтому на это направление. Ну, ситуация, на самом деле, если вспомнить последние где-то, может быть, пару месяцев, да, вот, еще ведь война не началась пока информационная. Она только-только стартует, да, вот где-то конец апреля, май, вот более-менее серьезные битвы начнутся. Сейчас пока еще только такие прицелочные выставления. Пристрелочные. Проверочные, да, проверяют, насколько оборона сильна или слаба. А судя по тому, что у нас происходит с тем же сайтом нашего правительства, где, извините, из новостей начинают пропадать абзацы, там появляются какие-то другие вещи и так далее. появляются, то есть, когда сайт правительства области, опровергая, там, любовь, точнее, негативно оценивая любовь наших средств массовой формации к фейкам, сама начинает выдавать фейковую информацию, то это уже совсем никуда не годится, да. То есть, эта игра была уже проиграна, поэтому делать что-то было нужно. Итоги сентябрьских выборов, на самом деле, июля, они пока еще не стоят очевидны. Дело в том, что Москва требует не просто победить, а требует, чтобы представитель президента побеждался уверенным отрывом, да, чтобы это были, там, не менее, там, может быть, 70%, не знаю, там, голосов, пришедших на выборы. Ну, так вообще проблемы, Николай, нарисует, не наберет, то нарисует. Нарисовать можно из чего-то, а если работу информационную провалить, то и рисовать-то будет не из чего. Нельзя просто так взять и нарисовать голоса. Можно на основе чего-то добавить голосов, там, порядка, может быть, там, 10%, но к нулю сколько, нуль не умножай, ноль остается нулён. Вот, поэтому эту работу надо, несомненно, вести, а вот на данный момент, если взять то, что я, по крайней мере, вынес из общения с представителями районов, последний месяц, впрочем, довольно удачный, на общение с представителями районов, в том числе районных глав, даже некоторые районные главы пока ещё не понимают, как они будут агитировать для нового губернатора. Они просто не понимают. У них пока... А в каком плане не понимают, как будут агитировать? Идеология, понимаешь, что есть? Механизмы, и как они будут объяснять, а почему нужно этого человека поддержать? Да, вот, они не могут объяснять, почему этого человека нужно поддержать, потому что пока выставлены две простые вещи, два тезиса, это назначение с Путина, и второе, этот человек, который изменит всё, что было при Никите Белых. То есть на противопоставлении того, что был взяточник Белых, сейчас приехал честный Василий. Это как анекдот про три конверта, знаете? Да. Но дело в том, что в народе нет восприятия Никиты Белых как плохого губернатора и как взяточника. К нему отношение вполне нормальное сформировалось, и его формировали те же самые главы. Да? И теперь вдруг они сами оказываются в сложной ситуации, им надо сказать, что всё, что я говорил вам полгода назад, это было враньё. На самом деле тот человек, которого вы все любите, это было полное ничтожество, вор, взяточник там, который вёл нас в пропасть. И сами же люди, вот на такую, извините, приманку, они никак точно совершенно не клюнут. То есть, а других посылов пока нет. Каких-то реальных изменений в жизни пока нет. Какие-то векторы, по крайней мере, обозначенные, что будет и как, они отсутствуют. То, что делается, делается немножко аврально и суматошно, если взять ту же историю с нашим лесом и так далее. Когда вот мы сейчас придём, всё тут изменим, почему это придёт, пока ещё никто даже не посчитал. И так далее. То есть, есть затруднения у тех людей, которые всегда были проводниками главы региона в плане избирательных, то есть глав районов, представители районных дум и так далее, они находятся в таком состоянии когнитивного диссонанса, скажем так, да. То есть, они пока ещё не очень понимают, как избирать этого человека. А люди, которые должны им объяснить, как его избирать, они, похоже, тоже сами не знают, как его избирать. И они тоже уповают на то, что есть ресурс федеральный, что Путин велел и все изберут. А ситуация меняется. Это было хорошо, пока были сытые годы. Тогда не было никаких сомнений и никогда в том, что кто-то может ослушаться президента. Сейчас всё гораздо сложнее. И тем более в нашей бедной области всё гораздо сложнее. И не факт, что если не изменить работу аппарата к информационному правительству, то эта победа будет такой уж лёгкой в сентябре. А что бы Вы меняли в первую очередь? Я не даю бесплатных консультаций. Я этим зарабатываю на жизнь. Поэтому я не буду говорить ничего на эту тему. Но то, что туда пришла Яна Юрьевна, это совершенно точно правильный шаг. Николай, Вы меня сегодня удивляете. Чем? Чем я Вас удивляю? Юль, я ведь не знаю... Войков отказывается отвечать на вопросы, это как минимум непривычно. Это очень нормально, потому что я ведь не знаю, на кого я, собственно, буду работать в предыдущие пять месяцев. Но у Вас есть сейчас шанс себя продать, Николай? Это не самый выгодный покупатель, сразу Вам скажу. А кто самый выгодный? Тоже пока умолчу. Николай, Вы интригуете. Я не интригую, это нормальная практика, ну Господи. Давайте про губернаторскую газету поговорим. Чем Вам не нравится губернаторская газета? Вот вопрос-то сразу странный. Так и чем Вам не нравится губернаторская газета? Вам просто не нравится формат газеты. А вот, знаете, может быть, я не целевая аудитория, или я просто потребитель электронных СМИ в большей степени, но Вам не кажется, что предвыборная газета это какой-то вчерашний день? Юрий, на самом деле, это завтрашний день. Я просто очень много общаюсь на самом деле с председателем районов и даже районов нашего города Кирова. Более того, в том году я занимался тем, что издавал газету для жителей отдаленных территорий города Кирова. Я скажу, что это могучее, самое в данный момент средство воздействия на избирательных. Как бы Вы не любили электронные СМИ... Газета, подождите, газета с рафинированными заголовками... Я думаю, с этим еще поработать. ...изначально понятно, кто их выпускает, и изначально понятно, с какой целью. Это самое эффективное средство предвыборной борьбы? Содержание газеты можно скорректировать, и оно будет корректироваться, время еще есть. А то, что вот эта вот бумажечка, которую тебе дают в руки или кладут тебе в почтовый ящик, она будет работать лучше любых других средств массовой информации в выборном городе, совершенно точно. Почему? А потому что, хотя бы начнем с того, что к электронным средствам массовой информации большинство аудиторий избирателей просто сейчас нет доступа. Их просто нет доступа. Мы ведь думаем, что вот мы сидим, у нас тут куча гаджетов на столе, а если мы с тобой сидим где-нибудь в Варбашеском районе, то они просто не работали все. Нам пришлось лезть на ближайшее дерево, чтобы кому-то позвонить. То есть, это есть до сих пор, эти средства массовой информации не доносят информацию до потребителей. А газета, она доносит. Причем, я еще раз скажу, такая ситуация есть не только в Варбашеском районе, там или в каком-нибудь Верхнекамском на окраинах нашего региона. Я работал, извини за выражение, в Октябрьском районе города Кирова. Село Русское, село Бахта, прекрасные села, прекрасные люди. Они практически не пользуются электронными средствами массовой информации. Вот газета, это понятно. Телефон, еще да. Причем, звонки чаще всего идут с телефонов из местной библиотеки, потому что там стационарный телефончик, с него дешево можно позвонить. Поэтому без газеты там делать нечего. И совершенно правильно делает правительство, что эту тему раз получивает. Кстати, оппозиция занимается тем же самым, и тоже газетой. Нет? Ну вот пользователи соцсетей уже задаются вопросами, на чьи деньги все это сделано, кто это все оплачивает? Я думаю, что всегда найдутся люди, которые помогут представителям власти издавать газету. Точно так же, как всегда находятся люди, которые помогают издавать газету представителям оппозиции. Деньги есть для этих целей. За счет этого они обеспечивают себе ближайшие пять лет без бедного бизнеса. Слушайте, ну вот хорошо, газета, да? Но есть такое ощущение, что там один портал «Вятский наблюдатель» и телеграм-канал «Кировский шептун» уже положили все газеты на две лопатки. Это ощущение такое возникает у тех, кто живет в социальных сетях. Такое же ощущение было у Алексея Навального, когда он приехал в Кировск на суд и думал, что он уже президент России. Это очень маленькая часть аудитории реально тех, кто ходит на выборы. Это очень маленькая часть аудитории. На самом деле это там 12-15% тех, кто ходит на выборы. Остальные люди до сих пор читают районные газеты. Представляете? Они ждут неделю, пока к ним привезут в районку, и только то, что они там читают, будет правдой для них. В районах я даже с вами спорить не буду. Я понимаю, что там живут люди совершенно по-другому. Это две трети населения в области. И плюс еще не добывайся, вот я тебе сказал про город Киров, Октябрьский район, там тоже не смотрят, извини, и не читают, и наблюдатели ничего. Просто не читают, потому что не привыкли, во-первых. Во-вторых, это дорого для них. В-третьих, недоступно. Никуда это не девается. Никуда не девается, никуда не денется. Более того, как сейчас показывают исследования, здесь я этим занялся. Есть такой феномен, интересно называется, феномен медленных коммуникаций. Это то, что отвергает интернет. Ну, якобы, что люди не читают большие тексты, там, и так далее, там, лонгарины, все это мимо. А, на самом деле, совершенно интересная, отдельная часть информационного потока. Как вы назвали феномен? Феномен медленных коммуникаций. Медленных коммуникаций, да. Запомните это слово. Это очень востребованная часть информационного потока, которая полностью выходит за рамки интернета. Там она не привита. А спрос на нее очень большой. Но медленные коммуникации, вы имеете в виду как раз печатку. Дело в том, что у них нет другой возможности размещения, кроме как печатки. Они не воспринимаются с экрана. Какой, по вашему мнению, будет предстоящая губернаторская кампания? Если наши оппозиционеры, ну, я под словом оппозиционеры понимаю, понятные наши политические партии, то есть это такая вполне себе карманная оппозиция, смогут таки прийти к разумному соглашению между собой. Вы про единого кандидата? Если даже не про единого кандидата, то, по крайней мере, про согласованную политику в отношении представителя партии власти. Кандидатов, может быть, и больше, но если они не будут мочить друг друга, скажем так. А будут мочить, понятно, кого? Будут все други действовать в одном направлении, то выборы будут интересные. Единого кандидата я не уверен, что кто-то разрешит такой фокус, потому что он может привести ансамблик к предсказуемым итогам. Случайно победит не тот, кто планировался? Ты знаешь, в области уже есть такие случаи. Знаешь ведь, чтобы выборы состоялись, нужно, как минимум, два кандидата. Вот, условно говоря, на главу поселения выдвигается человек, все знают, что он должен победить, но он один, никто больше не хочет. Он уговаривает свою жену, чтобы она второй стала. И жена побеждает. То есть совершенно непредсказуемый результат. Он просто берет свою жену как технического кандидата, и в итоге он становится, извините за выражение, проигравшей стороной. Это может быть. Уже война компроматов началась, и ожидаете ли вы, что будет много грязи? Я не думаю, что ее будет как-то особо много, потому что, по большому счету, стороны уже все друг по другу сказали. Ничего нового про Сергея Павлович Мамаева мы не узнаем. Мы уже не узнаем. Ничего нового про то, что не работает у нас правительство, мы тоже уже не узнаем. Более того, мы это видим. То есть на этом поле битва вряд ли будет особо захватывающей. А на каком поле она будет захватывающей? А вот уже на части того, что люди смогут предложить людям в плане позитива. То есть о каких-то вещах, которые можно предложить и которые реально к исполнению не просто так, как у нас удвоение ВВП. Помнишь такую тему, да? Кстати, уважаемые слушатели, вы не забывайте никогда, что мы уже должны жить там при учетверенном сейчас ВВП, а мы все еще жмем, по-моему, при полуторном, не помню точно. Когда будете голосовать в сентябре и в марте следующего года, не забывайте о том, что есть очень много обещаний, которые не были выполнены. То же самое и здесь. Уже представитель Единой России, это у нас будет, как я понимаю, наш нынешний ВРИО. Сколько уже обещаний было дано этой партии, мы тоже прекрасно знаем, и сколько из них были просто забыты как-то так случайно, мы тоже понимаем. И если вот на той части не компромата, а на той части реальных дел, то есть реальных предложений, не просто там вот я вам построю там детский сад, и вы там заткнитесь на 5 лет ближайших лет. О реальных мерах по улучшению жизни, то есть тут не надо давать рыбу людям, надо давать людям удочки. Мы вот о чем говорим. То есть о каком-то варианте развития предпринимательства в наших районах, там опять же братья свои районы. Если брать город Киров, там ну понятно о том, что мы уже, господи, уже нельзя жить в таком городе, как мы живем. Это просто не знаю какой век, мы даже не 20-й уже живем. Мы как в 19-м веке живем, осталось только приехать к Хармсу и сказать, господи, это жопа мира. Мы к этому уже идем. Мы на самом деле уже становимся этой самой жопой миром. И вот на этом поле интересное противостояние вполне себе возможно. Тем более я понимаю, что среди людей, которые работают сейчас в рядах, скажем так, вот этих наших оппозиционных партий, есть очень много толковых людей, которые могли бы сформировать понятную людям и реальную, абсолютно реальную программу. Так как такой программы пока у правительства нет, то они на этом поле могли бы очень много очков заработать. У нас сегодня программа получилась имени предвыборного консультанта Николая Горького. Ну, я опять же говорю, что консультации только платные. Все, что я говорю, можно найти в общем доступе в интернете. Осталось только дать ваш телефон и обозначить и потом выйти, да, и мне тут же предъявят счет за рекламную передачу. Нет уж меня. Спасибо, дудки. Не хочу. Николай, конечно же, я шучу. Спасибо вам за эфир. Жалко, что мы не успели поговорить про рейтинги. Как? Все. Я только хотел начать самую главную часть разговора. Ну, ладно. Давайте минутку. Да нет, ладно уж. Рейтингов много. У нас всего двое. Давайте еще повесну. Сейчас выключится микрофон и еще немножко повесну. Хорошо? Хорошо. Спасибо. Это было особое мнение Николая Горикова. Программу Вела Юлия Афанасьева.